всем доброе утро как всегда идем на работу чарль уже с кошками поздоровался всех там облаял нас тут же домов столько много отделываются на той стороне прям две квартиры квартиры не двухэтажные трехэтажных вообще планировка здесь вообще не поймешь какая так как это строилось 100 а то может быть и 200 лет назад поэтому здесь строили кто как хотел поэтому не какой-то определенной планировки все это конечно уже нужно разделывать все обладит от влажности и нужно много денег вкладывать и здесь живут только одни иностранцы потому что здесь неудобно жить обязательно нужно иметь машину обязательно не знаю лестницы для пожилых здесь очень трудно утренний ритуал и вот такая тоже красота у нас ой вот моя клиентка с цветами входит у нее в гостях я была очень хорошая женщина бабулечка даже так красиво очень тепло я сижу и он сидел вот я сейчас буду снимать он сейчас сядет и будет ждать очень тепло на улице прям вообще 19 градусов 9 утра представляете я что-то надела вот этот вот шарфик свой ну так лишь бы одеть так в джинсах вот иду очень тепло хорошо ветра нет вся неделя это будет такая лафа а тут вот прям скоро вино будет апельсиновое смотри уже зацветет и пахнет вода пипец сейчас в десять включат брагу будут гнать заехала глидал за хлебушку вот и купила себе салат готовы вот такой цезарь это там делаю отбила мясо это мужу а мне вот это вот ну и мне им чарли и салатик вот сейчас делаю мне нравится очень извините салат как всегда делаю потом заливаю заправку и смешаю сверху уже посыпаю вот эти вот сыр курочка или вот эти вот сухарики и вот так у меня будет обе вкусняться и я сегодня кстати прям поработала так даже офигела все мужики шли стричься не знаю сколько мужиков было ну до туда ой поэтому прям они шли и шли и шли и шли и дома у вас и есть поэтому даже приехала поздно есть хочу ужасно 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 как хочу слушать лимончиком надо мясо полить но они знаете как будто знали что мне нужно в россию ехать и в общем чтобы они шли и я таким образом заработана к зиме готовятся мужики помните такой фильм классный был старинный но не совсем старинный там мальчик не разговаривал не разговаривал семья была и в конце фильма он закричал мужики ты чё стоишь тут ждешь косточку как кушать и надо же чемодан доставать потому что эти подарки рассыпано по дивану и надо все это собирать вот видите я так размешала теперь вот это вываливается сверху мешать потому что если все это потом мешать все это откажется господи мясо положили три кусочек колбаски вот тебя лежала на столе я с голодухи всем приятного пицца сейчас хочу убрать поменять постельное белье поэтому я сегодня кровать не убирала если честно я ее не убираю вообще я просто вот так застилаю и нормально потому что спальню у меня вообще никто не ходит почти ну не почти вообще никто не ходит поэтому как бы не вижу смысла ее убирать смотрите на улице жарче чем дома но вы знаете я вот скрываю окна и все равно как-то прохладно вот то есть такой сквозняк прохладный скажем так 24 почти 25 градусов на улице верю а дома а дома 19 7 так вот у нас все ты там смотришь вот и достану как раз чемодан он у меня лежит в кровати а 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 и а а и а а одну по стиль сменила осталось другую сменить вот достало два чемодана вот этому чемодану зеленым лет 16 я с ним Представляете, я в Испанию приехала вот с таким чемоданом. Вот. Если мне сейчас уезжать, то мне я не знаю, сколько нужно чемоданов. Но точно не один. Представляете? Вот один чемодан. Так что вот этот чемодан у меня будет только для подарков. Здесь моего ничего не будет. Ну, я так думаю, потому что у меня будет еще ручная кладь. Вот с этим я пойдет в ручную кладь. Сюда вот ноутбук положу, я так думаю. Ну и мои шмотки. А сюда сейчас вот ложу вот эти вот все вкусняшки. Вот. Чемодан хороший, поэтому ему еще служить и служить. Вот так. И тебя увезу. скажи, лезь ты сама туда. Чарли, Чарли, вот таки. Вот таки. Суви. Винь таки. Суви. Суви. Чарли, чемодан почти полный. Я офигеваю вообще. Пипец. Что-то я думала. Тут ничего нету, а он уже полный. Прикиньте. Вообще трындец. Ну, в принципе, мне только осталось там хамоны, всякие колбаску купить. И черемою. Манго. В общем, не знаю. Что уместится, а что теперь делать. Так вот. Прикол хотите. Хожу, значит, белье меняю. И обнаруживаю, что часов на мне нету. Я уже думала, что я где-то потеряла. Где-то, где-то. Но телефон показывает, что через блютуз они подсоединены. Значит, они где-то здесь. Где-то недалеко. А вот где? Не знаю. Чарли, где часы? Вообще, даже не имею понятия. Оставляйте. Буду искать. Я все перерыла. Не могу найти часы. Но я так думаю, что они где-то в спальне. Я поставила этот... В общем, я поставила будильник. будильник. А часы, когда будильник работает, они вибрируют. И я нашла часы. Вибрировали где-то здесь. вот они. Гады. Я полчаса их искала. Блин. Я такая умная. Я, блин, смотрите, опять пододеяльник вытащила. Одеяло, потому что я была уверена, что они в пододеяльнике. А они гады. В подушке, представляете? Я думала, в машинках не запихать бы. Вот, блин, полчаса потратил на поиски. Чего там? Ой. Чиспе. Чиспе. Его зовут Чиспе. Искра. Что-то он болеет, наверное. Смешные они. Друг. Ой, а что тут все перекрыто? А где идти? Сейчас прикол такой был. Иду, значит, я такая иду. Ну, Чарли опять как где-то там. Поворачиваюсь сзади два полицейских. В этом парке с собаками нельзя. Ну, там в одном месте только написано, что нельзя. И он прям перед ними в метре от них писает. Ой, это, а я так, это, далековато. Я такая, как это, морда кирпичом. Чарли такая, думаю, сейчас, блин, меня оштрахуют. Ой, ну нет, пронесло. А что тут все перекрыли? Я не пойму. Куда бежать? Вот. И, и вот так вот он перед их наглыми рожами поднял ногу. Я в майке иду, мне жарко. Несмотря на то, что пасмурно, прям погода такая жаркая, представляете? Жара, жара. И вообще, я сегодня не успела даже не отдохнуть, ничего, даже ни полусерии не посмотрела, что-то как-то пока вроде бы готовить не готовила, ничего. Ну, а сегодня поздно закончила с работой, поэтому пока постель поменяла, пока часы поискала, блин, вообще, думаю, ну где-то здесь, ведь где-то здесь. Ну, да. Все, время прошло, собрала сумку и вот с Чарли гулять. Сейчас пойду сумку заберу и в спортзал. У меня сегодня два занятия. Приду опять выжатая, как лимон. Ну, ничего, кайфушечки. Мужчины в футбол играют. Молодцы, а что, развлекаются. Такие уже лет по 50-ым. Спортсмен, спортсмен. И мы вот так идем. Ветра нет, хорошо. Да. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. На, 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 не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. И вот это вот у нас тоже бассейн муниципальный. Муниципальный. Туда, где я хожу, это частный, а это муниципальный. Кстати, здесь тренажеры, я думала, они хуже, чем на пляже. Но они лучше А на пляже что-то вообще какая-то фигня На постном масле В общем мы пойдем Кругля вот там обходить Вот там гуляем Уже пришла Поставила постельное белье стираться На завтра Я поставлю всегда машинку на стирку Просто на стирку Она стирается и потом в этой воде Замачивается, скажем так, до завтра Я всегда стираю в холодной воде И все прекрасно отстирывается И ничего не портится Пойду за кружки свои схожу Чай буду пить вот такими Взяла себе сухофрукты Здесь То ли черт красная смородина То ли Клюква Фиг его знает как перевести Потому что переводчик переводит Иной раз клюква Иной раз красная смородина А рада С вот такими С кешью И это очень вкусно Смотрите Что это? Красная смородина или Клюква? Видите? Не знаю даже Клюква Клюква Наверное кислая А эта сладкая В общем сочетание клюквы Или Или Красной смородины С этим С кешью Это просто обалденное сочетание Я однажды А шнеблась Купила Эти сухофрукты И это так вкусно Я даже офигела Представляете? А до этого До пробования Я варила компот Типа сухофрукты же Да? Такая дурочка И вот сегодня Специально купила Сейчас Сейчас чай попью Вот такие Вот у нас Пироги Так Что еще Хотела сказать? Больше ничего Не хотела сказать Пойду сейчас Лицо намажу Кремами И все Сегодня Старший брат Старший брат Ну да Потелек Он уже кстати Скоро заканчивается Вот завтра Уже среда Обратный отсчет Пошел Так что Держим кулачки Подписываемся Пишем комментарии Спасибо вам огромное За комментарии Вот так вот У меня сейчас интернет В телефоне закончился Весь протратила Надо кстати В компанию позвонить И спросить Как это все Увеличить И вот по этому Комментарии Почитаю Вот где есть интернет Вот Спасибо вам за них Очень интересно Общение Вот Ну встретимся с вами завтра Как обычно В то же самое время И всего самого лучшего Всем пока-пока